Православные отмечают крещение Господне. Праздник посвящен Богоявлению и крещению Спасителя в реке Иордан. Вода в ночь на праздник освящается в купелях и открытых водоемах. По канонам вовсе не обязательно окунаться в прорубь, но в русских традициях праздник отмечают именно так. Места для купания начали принимать желающих накануне вечером и совершать омовение. Сегодня будут до конца дня. Окунулся и наш корреспондент Алексей Житких. Хотя нет, не только крещенского мороза, но и мороза как такового. Купаться от этого не легче, потому что воздух влажный, ветрено, а вода все равно ледяная. Нечасто на крещении бывает такая погода выше нуля, но лед прочный, поскольку долго стояли сильные морозы. Купания в парке Сокольники начались с половины десятого вечера. Чем ближе к полуночи, тем больше людей. Многие верят, что крещенская вода обладает особой силой, исцеляет и смывает грехи. Усталости и плохого настроения после такого купания нет точно. Необычно, конечно. Я просто первый раз, поэтому это, конечно, незабываемо. Пропустил столько раз. Думаю, надо хоть как-то начать опять. Вообще прекрасно, обожаю. Этот ритуал погружения в прорубь восходит к евангельскому событию – крещению Иисуса Христа в реке Иордан. Поэтому большинство участников крещенских купаний – люди верующие, и для них важно искупаться именно в освященной воде. Но сама церковь называет этот обряд не более чем народной забавой. Купание в Иордании, в купеле – это такая чисто, наверное, русская традиция. Продолжение следует...